итак мы продолжаем наш урок по мануальной терапии и если вы с нами мы очень рады смотрите к мануальной терапии относится после заметической релаксация она часто вставляется в промежутки между мануальной терапии да или как вспомогательное средство вместо массажа подготовить человека быстро до к каким-то правкам либо промежуток после массажа потом после метрическая релаксация да и потом уже конкретно приемчик вот часто зажата у нас получается параллитебральные мышцы внизу поясницы до квадратные мышцы косые мышцы и вот суставы которые подвздошно крестцовый получается да с этой стороны как растянуть ну и там подготовить очень быстро чтобы не расслабились после метрической релаксация в том смысле является что пост это после изометрия это напряжение а потом релакс релакс расслабления да значит мы искусственно напрягаем со вдохом готовим человека к этому смотрите я взял под подвздошную косточку до руку положил вот так вот ни в коем случае пальцы не загибайте чтобы не щекотка не было там далее вкусно не пережали с этой стороны я давлю на ребра вниз если человек готов к этому в принципе понимаю даже тут надо будет ребрами тянуть вверх ну-ка сопротивляйся да да все расслабься и так столько поднимаешь давай без таза просто ребра на меня вот так вот так вот так вот получается все выдох все делаем естественно на вдохе с задержкой дыхания потом я говорю расслабились и тогда отпускаем а тут я таз цена вверх тазом вниз скручиваю так вниз скручивай таз таз вниз окутикутикути еще еще сильный о все фух выдох да задержка дыхания примерно секунд 10-15 держим значит вдох ребра вверх таза вниз тяните не тяни на задержке дыхания тяните не тяните не тяните считать донести условно фух расслабились перри расслабление плотность на стол и полежали тут немножко вот мышцы сразу расслабляются ниже подходами под подождали примерно 5-7 секунд да и снова раз вдох держали дыхание дави вот тоже хорошо ребрами сильнее теперь включаются те мышцы которых человек обычно не знал и не думал фу расслабляемся фу упали но два-три раза сделали да и теперь наоборот я думаю на таз сейчас поднимемся ты дави на меня тазом все все получилось получилось тут я беру за ребра тяну вверх а ты прижимай к столу вот так вот да все все вот научились и теперь одновременно на вдохе вдох да и тазом вверх вот-вот подключаются мышцы про который человек даже не думал что они у него есть и расслабились расслабились отпустила это место да ну в видео я не буду все под подробную программу показываю да теперь будем считать что вот эти мышцы расслаблены да я не готова к дальнейшим манипуляциям как сам чувствуешь получилось значит у нас значит берем за таз ну еще раз показываю да это нам нужно поймать вот эту косточку это спереди вот за нее мы берем мягко тогда особо вращение за кости здесь упираемся сначала в квадратной мышцы пытаемся с помощью них растянуть позвонки весничный нижний да дальше мы набираться в реберную дугу мы здесь разворачивая сами позвонки вот позвонки то есть вот такой у нас будет такой скучный момент так вот этот живот прибрали взяли за косточку да вот квадратной мышцы да я спрашиваю можно сюда если нельзя вот в таком случае можно да мы без ударных техник надавили нет не сопротивляет сейчас не сопротивляем сейчас сейчас расслабились доверила держим 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 нашли до предела и потом вот такой потянулась да и еще раз если даже не хруст но все равно хорошо что уже потянулась теперь переходим на ребра до ребер осуществление ну плавающий ребра 5 пропускаем да вот по повыше натянули 1 2 3 дошли до предупреждения потом рывок чем выше поднимаясь этот верхний ребра да уже можно руку развернуть немножко вот так чтобы тянуть о диагонали на себя арсену и чёртся стянули и оттолчок раз-два-три толчок вот такое раскручивание начинаю с поясницы да если нужно посерьезнее до чтобы скрутить то увеличивая мобильность улучшаем нашу формулу для этого берем ногу используем как рычаг ногу можно взять вот так туда на бицепс и шевелить кому тяжело может ее согнуть взять вот так вот такой рычаг получается вот амплитуду рычага будет просто меньше из-за того что маха махами перешлить укоротился можно это да вот так получается рычаг у вас не бойся что на составе упадет по ушкам упадет если вы его держите значит первое начинаю с поясницы да вот берем чуть выше опять за косые мышцы и за квадратные потом толчок почки пропускаем чуть повыше речь на сочинение арсену для стянули и ведь на граде назад за за меня если у человека сколиоз допустим правостороннюю грудном отделе да то есть это на меня развернут как правило с образа сколиоз в пояснице будет лево стороны здесь тогда этот прием мы в пояснице не делаем а делаем только в грудном отделе и убираются уже не в ребра а уже в артисты отростки да ну вернее можно и сюда а потом еще дополнительно в артисты и чтобы оси ступереться да вы немножко не прямо в них а чуть кожаную складку такую делать сантиметр два-три да и через ними чтобы не было больно так через показываю про старность плюс грудном отделе да вот теперь естественно отростки натянули решили преднапряжение и потом уже клин попался ширина хвалит нас за работу так это мы начинали отсюда скручивать да а теперь скручиваем сверху вниз для этого ну давайте смотрите какой прием если у нас колес пошел в право к нам у нас присутствует стороны растянуть чтобы дать ваканты место куда ставят пузынки а с этой стороны надавить логично логично начну смотреть тут берем сокращаем здесь расстояние здесь увеличиваем дополнительно голову еще ворачиваем вот сторону вот так вот и дополнительно еще рукой руку кладем на череп сзади вот и берем не надо поднимать чтобы оторвать от стола человека держим локцом к столу лежали нам интересует именно ребра сейчас я беру подавлю 1 2 теперь можно и астисты опрыски вот так можно крутить в обратную сторону ну и ключевой да и причем потому что же здесь и здесь до лопатки но вот это вот нам сейчас будет достаточно да давайте отработаем на практике а потом перейдем к еще более сильной формуле скручивания поясничных отделов позвоночника